всем добрый день сегодня ну уж совсем необычное видео оно о суккулентах но по компьютере я просто расскажу о своем опыте я не говорю что так обязательно нужно делать просто это моя находка я этим пользуюсь и просто делюсь со всеми как я работаю с фотографиями с суккулентами что бы не потерять их название когда мы их покупаем и чтобы видеть динамику их развития когда я покупаю какое-то растение я обязательно его фотографирую и завожу для него папочку для фото прям вот в первый день как его получила прям так сразу и фотографирую название этой папочки может быть сначала какой-то там sp1 или sp2 или sp3 или там подарок от васи неважно как то надо назвать а название иногда к нам приходит чуть позже что нам это дает это нам дает то что мы во первых это растение видим в динамике фотографируем и все его фотографии складываем именно в его папочку и видим как она развивается вот и мы видя это название видя это растение уже в объявлениях не будем покупать такое же потому что отлично у меня были такие ситуации когда я покупала повторы просто потому что я не знала как называется моё купленное растение но чтобы не быть голословно и долго не смотреть на ту картинку с иконками давайте я просто покажу любую папочку откроем вот например очевидие berkeley light что в этой папке вот как я и купила причем у меня тут даже есть фотография как я ее увидела в интернете вот у елены сурской например я увидела ее в продаже вот потом давайте просто открою и еда открылась не открылась так вот я ее увидела вот я ее купила и посадила сейчас секунду посадила и потом я начинаю фотографировать ее по мере роста по мере того как она меняется есть настроение сфотографировала есть солнышко сфотографировала ну вот совсем кстати недавно мы ее пересаживали на видео вместе с дарквейдером она немножечко подвытянулась вот здесь вот видно что у нее ножка подвытянулась и нижние листики такие страшненькие были я ее пересаживала и показывала как я использую свои палочки вот с ней все хорошо динамики видно как растение меняется и это очень удобно когда все растения все фотографии данного растения лежат в одном месте вот например у меня но откроем другую папку вот агавоидная чаверия таурус я ее покупала у ирины питерской вы для растения сразу после распаковки вот все было хорошо она у меня росла 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 была красной все было замечательно а потом случилась вот эта беда у меня от перелива скорее всего это я виновата либо у меня вода осталась в центре розетки после полива короче в середине розетки была плесень вот я ее залечила я обрабатывала противогрибковыми препаратами и серединка начала уже вот отрастать вот все шрамы ушли на крайние листья все я уже была воодушевлен воодушевлена результатом все мы отращивали новые листики и что-то случилось и в общем снова я сделал одну сделала какую-то ошибку и вот это уже фактически отрастающая розетка у меня все-таки погибла вот я очень была расстроена я вынуждена была ее повторить я и купила снова в другом месте вот и новая розетка посажена сейчас картину и вот она живет в картине вот дальше продолжается ее история здесь же лежит маленький видеоролик снятый про нее вот все вот 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 вся история этого растения в одной папке папок много на каждое растение и очевидение у меня в одной папке а все остальные в другой я вынесла просто их очень много стало а здесь все думы грабтоседумы какие-то крем на седом и краснул и все в другой папочке лежит ну или вот откроем папку пахеверия шейдекери купила я ее вот такой срезанной головой юлечка это у вас да она была без корней потом она у меня очень долго сохла я ждала ждала от нее корня но мне все больше и больше засыхала это было конечно тяжелое зрелище для меня как для заливальщика когда у меня на глазах сохнет растение тяжело вот и дала на корешки только после того когда как я его поставила на мокрый песок вот тогда она выпустила корни вот после этого она была посажена в композицию начала прирастать это еще фотографии попали с тех времен когда она начала только напиваться и вот она пошла в рост очень активно была такая шишка очень сильно раскрытая распушенная радовалась жизни она на свежем грунте потому что композиция была свежая грунт там был жирные еще не съеденные все питательные вещества и вот она такая вот раскрасавица она больше конечно была похожа на астру на хризантему вот и вот я и все фотографирую нам все нравится нравится с каждой фотографии нам нравится все больше 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 и больше и все больше и вот она начала у меня приобретать такой вот форма артишока потому что уже питание в грунте поменьше и мощный очень свет я сделала она начала собираться в такую розетку шикарную совершенно вот как было и как стало а потом она еще от перемены температур день-ночь разница температур начала разоветь и в общем вот такая раскрасавица и вот вот все ее а значит нижние листья я снимала потихонечку на размножение а верхняя шишка у меня оставалась она была на ножке и сейчас она стоит на ножке такой розовый красивый пион или хризантема вот вот и сири фотографируя и когда есть перепад день-ночь температура она приобретает розовый оттенок вот такой прикольно конечно когда так листаешь фотографии каким она была до зеленым таким во все стороны раскрытым таким головастиком такая как господи осьминожка и вот что сейчас да красота неземная здорово здорово вот юлечка спасибо вам за нее большое посмотрите какая красота розовая обожаю ее и вот то что было то что стало это что было вот кстати вот здесь на фотографии еще тоже у юлечки купленная шевиана я тоже могу показать она тоже очень меняла свои свой внешний вид вот такая она сейчас стала вот на предыдущей фотографии но шевиана у меня немножко капризничает она очень часто просто замирает в росте не знаю чего и надо поливать больше вроде страшно вот вроде как хорошо сейчас у нас реагировала на лечузу влечу за очень многим удобрений может быть именно на них она выдала вот этот вот центральный такой вот прямо рост листьев посмотрим ну вот давайте откроем вот лена филом гутатум ретвори гад вот такой он красивый в интернете встречается купила я в свое время вот такую вот палочку это я была очень счастлива на 100 тысяч рублей вот и я была безумно счастлива что купила это растение вот она вот и вот она видоизменяется я все фотографирую каждый красный листочек прямо боже боже такое счастье и в общем у меня постоянные фотосессии этого растения я его куда-то пересаживаю что-то с ним переделываю получаю детей вот короче говоря а даже вот я просто пробовала сеять то что у меня свои семена были я их опыляла кисточкой все получился только один ребенок варигатный все остальные получились не варигатные так вот кстати варигатный ребеночек из семян ну и вот 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 так до сегодняшнего дня вот растение из той палочки выросла в красивый кустик я ему радуюсь папка мне помогает всегда видеть как мое растение менялось что с ним было как она называется кстати в этих папках иногда я еще сохраняю возможные названия безымяшек то есть если меня какая-то безымяшка в эту же папку я могу сложить возможные названия чтобы не забыть например у меня есть до сих пор неопознанное очеверие от галины который до сих пор не имеет название и здесь у меня даже папка с возможными именами вот столько вот всяких возможных имен у нее может быть чтобы их просто не забыть так как я получаю новые и новые варианты вот у меня целая папочка даже с возможными названиями ну честно пока я ее называю просто хосподи все выскочила пока я ее называю фрил все-таки вот оборочки так что и в этом плане в папке очень удобно я знаю что очень многие хранят свои фотографии всех своих суккулентов в телефоне может быть это тоже удобно я никогда не пробовала использовать телефон в таком объеме я всегда все фотографии складываю в компьютер раскладываю по папкам вот чтобы на большом экране рассмотреть фотографию по удалять неудачные если мой опыт кому-то пригодится я буду рада всем хорошего вечера всем пока пока